Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о моей самой лучшей подруге, которая у меня была в Лондоне, Насте. С Настей мы познакомились ещё до моего приезда на ПМЖ в Лондон, на просторах интернета. Был такой сайт под названием Adelanta, который рассказывали об обучении на курсах английского языка и в британских университетах. И, видимо, консультировали и искали клиентов, которых туда можно было отправить. Там же простые читатели могли вести свои блоги и вставлять фотографии, чем мы с Настей занимались, потому что я любила ездить в Лондон как турист и рассказывать о своих поездках на просторах интернета. И вот именно там я даже получала какие-то призы, мне очень много книжек прислали за мою коллекцию фотографий. Книжки я сама выбирала, и там все книги в основном были об Англии, благодаря которым я дальше развивалась, изучала их традиции и культуру. Кстати, одну такую книжку называется «Наблюдая за англичанами» британского антрополога Кейт Фокс «Скрытые правила поведения». Я до сих пор, вот видите, уже зачитана до корки, все уже загнуто. Вот, листочек выпал. Все обведено, все помечено галочками, как и что, где и какие условия, и вообще как там себя ведут люди, и откуда зародилась эта традиция. Все изучено мною, наверное, уже третий раз читаю эту книжку. И я ехала туда как раз, опираясь на основные знания вот из этой книги об англичанах и об их традициях. Поэтому, естественно, я уже знала культуру изнутри и старалась соответствовать этой культуре. Поэтому с англичанами у меня никогда не было никаких проблем. Они меня понимали, а я понимала, почему у них так все действует. Но суть не в том. Суть в том, что сегодня о Насте. Кстати, да, еще прежде чем расскажу о Насте, хочу сказать, что в Лондоне друзей найти и удержать очень сложно. Да, возможно, в каких-то маленьких английских городках все формируются, потому что там не так много русских, русскоязычных. Русскоязычными мы называем прибалтийские страны, литовцев, латвийцев, эстонцев. В общем, все, кто говорит на русском языке в Англии. И вот среди всех этих людей очень сложно найти и удержать человека рядом с собой. Видимо, все равно друзья должны находиться с детства. И вот те, кто уже у вас очень давно существуют, те и остаются. А так люди разъезжаются, у них заканчиваются визы. Кто-то едет домой в свои европейские страны. Кто-то едет в другие города, потому что там получила работу. И вот, к сожалению, Лондон людей не держит. И получается, что Лондон не держит друзей. А также в Англии дружба, на мой взгляд, мне показалась совсем другой, не такой, как у нас в России. Я бы это назвала приятным знакомством и времяпрепровождением. Но когда у тебя случаются какие-то неприятности, все друзья сразу же исчезают. Никто тебя не поддержит, никто не помогает. И в этом плане, мне кажется, ни один человек из России, ну извините, если я, конечно, ошибаюсь, может быть, у кого-то есть, кто уже долго вместе сосуществует в Лондоне. Может быть, это и будет называться дружба. Но вот на тот момент, когда я приехала, там один, два, три года, я никого не могла найти, кроме Насти. Настя у меня была моей подушкой безопасности и группой поддержки. В выживании в этой стране, ну помимо брата, конечно. Поэтому я заметила, что русским очень тяжело найти друзей. Там не существует такого сообщества, в которое бы можно было прийти, познакомиться, найти друзей по интересам и так далее. Да, дружба еще строится на интересах, и у людей бывают разные интересы, иногда они меняются, и поэтому дружба заканчивается, пути расходятся. В общем, очень сложно удержать около себя людей. Хотя, может быть, это лично моя проблема, потому что я увлеченный человек, мне всегда все интересно, и порой на друзей не хватало времени так, чтобы встретиться и спокойно посидеть. Я очень активный человек, я очень люблю активное времяпрепровождение, а многих это не устраивало. Ну и помимо этого, конечно, так как я увлеченный человек, я могу иногда забыться, что я нахожусь с друзьями. Поэтому я старалась часто друзей не приглашать на свои съемки и предупреждала их, что если я иду на съемку, то у меня будет в первую очередь съемка, а не друг рядом со мной стоящий. А друг рядом со мной стоящий стоял и скучал, и, конечно, его это, скорее всего, не устраивало. Но вот с Настей у нас не было таких проблем, потому что она была журналистом, а я была фотокорреспондентом, так скажем. То есть вся моя репортерская карьера началась именно благодаря Насте. Итак, еще будучи туристом в 2009 году, я поехала к брату в Лондон попутешествовать, посмотреть Лондон, посмотреть другие города. И как раз-таки мы в этом блоге на сайте Адаланта с Настей договорились, что пора бы нам уже встретиться и узнать друг друга поближе. И вот в том году мы, в принципе, и стали друзьями. Мы сходили в паб, дружненько посидели, выпили попивку и как бы пообщались. Было очень приятное знакомство, после чего оно продолжилось. И когда я приехала на ПМЖ, мы стали очень часто куда-то вместе выходить, так как она была журналистом, она ходила на разные мероприятия и меня с собой брала. Был и КВН русский, кстати, я тоже потом расскажу. К сожалению, он пропал, но было интересно. Вот там какое-то русское комьюнити начинало создаваться. Ты видел очень много русских людей в одном месте. Была Масленица тоже, когда ее проводили на Трафалькарской площади, тоже собиралось. Очень много русскоговорящих людей. И тогда вот чувствовался дух русского народа, все вместе, какая-то сплоченность была. Потом Масленицу, к сожалению, отменили. Но мы ходили, снимали Масленицу и даже на автопаде однажды попали в очень красивое место. Либерал Холл называлась, по-моему. Там такая огромная овальная лестница, и мы там постарались побольше пофотографироваться. Также в библиотеке выступали по Лаган Лимитед. Ну, разные коллективы, с которыми мы тоже пофотографировались. Также мы очень часто путешествовали на машине. Так вот мы побывали в Созон-Си. В Брайтон ездили. В Эппинге, кстати, недавно нашла такую интересную съемку. Я, видимо, когда мы развлекались. Какой-то был парк развлечений. Эппинг, это совсем недалеко от Лондона, чуть-чуть на север, туда к Кембриджу ближе. Мы приехали туда и нашли, ну, как бы походили по лесу, посмотрели. И вот так мы нашли какую-то качельку и сели кататься на ней. Я на огромных каблучищах. Дима разогнал эту карусель. Я просто завизжала от страха, потому что я боялась, что я упаду. Просто вот такой круговорот нас реально облюнил. И мы вышли с карусельки шатаем. Да, иди, попробуй. Вообще. Попробуй пройдись. Надо сразу вставать после этого. Иногда вспоминаются такие моменты, как какие-то моменты счастья. И ты осознаёшь, что вот оно было, вот реальный миг твоей жизни, обычный, просто общение с друзьями, выезд на природу. И это было таким счастьем. Но в тот момент ты этого как бы не совсем-то и понимал. Ну, и были такие времена. Мы очень часто с ребятами ходили в парки гулять. С Настей мы очень часто устраивали различные фотосессии. Выходили на природу куда-то. То в Грин парке устраивали там какие-то фотосессии, то в Риженс парке, то совсем недалеко от их дома. Помню, мы ходили кормить лебедей хлебом. И там нашли черёмуху, после чего, ну, нарвали её немножечко. Там она в посадке была, поэтому ничего страшного такого не произошло. Мы не украли ничего такого. В посадке, просто в центре этой посадки нашли черёмуху, реально. И она так пахла, благоухала, что мы немножечко, ну, оторвали одну веточку. Потом я, кстати, привезла эту веточку брату. И он говорит, где ты такое взяла? А он очень любил черёмуху. И мы на следующий день поехали в этот парк. Но это не парк, даже поле какое-то было, обрамлённое посадкой деревьев. И выкопали росточек этого дерева и посадили у него рядом с домом. Оно вот на данный момент разрослось, не знаю. Вот дом продали, возможно, его уже срубили, это дерево. Оно по весне очень вкусно пахло всегда под окном. Так что есть даже и черёмуха в Лондоне. Также мы ходили с Настей на всякие мероприятия. И, кстати, вот репортером я уже сказала, стала благодаря ей. Из-за того, что где-то на каких-то просторах, опять же-таки, интернета. Интернет — это вещь. На просторах интернета она увидела в форумах, что ли, про репортерство, про журналистику, что в срочном порядке ищут видеорепортера, который может снять красную дорожку 80-летнего юбилея Михаила Горбачёва. Об этом я уже рассказывала. Смотрите вот в этом ролике, как я стала репортером. И вот благодаря этой красной дорожке я стала дальше развиваться. Она меня настолько вдохновила и впечатлила, что я уже не хотела уходить из этого мира в тот, в котором существовало до этого. Столько мировых звёзд, столько политических деятелей, столько вообще разных людей увидела я на этой красной дорожке, что я поняла, что надо быть в этой среде и тянуться за лидерами, за лучшими людьми, этой планетой. Ну, по крайней мере, как считают их фанаты. Ну, да, я могу сказать, что репортерство дало мне очень много знаний, умений и информации. Потому что всё равно, когда ты что-то пишешь, даже подписываешь фотографию, тебе надо найти очень много информации об этой фотографии. И ты очень много узнаёшь благодаря именно этой деятели. Также я вместе с ребятами спраздновала свой 30-летний юбилей. В том, кстати, пабе, в котором мы встретились в первый раз в 2009 году. И, ну, мы ездили друг к другу в гости, общались, жарили шашлыки. То есть у нас была такая русская тусовочка небольшая. И, в принципе, у нас не было никаких проблем. Всегда мы были рады и счастливы видеть друг друга. Никаких разногласий, по сути, не было. Единственное, что иногда у нас не совпадали графики, и мы не могли встретиться. Но это не мешало нам остаться и до сих пор быть хорошими друзьями. К сожалению, Настя с Димой уехали в Латвию. И зовёт меня в гости. Так что, если когда-нибудь поеду в Ригу, обязательно вам расскажу и про этот город, и покажу всё, как там устроено, и что там интересного. Вот так вот, как бы, дружба, в принципе, продолжается. Но постоянного друга рядом со мной уже не было. По-моему, в 2013 году они уехали. То есть буквально мы 2-3 года вместе протусовались. Потом у меня были другие друзья. Как я их искала, я тоже буду рассказывать. Очень сложно найти русскоязычных друзей. И так вот, чтобы совпало всё. Но были у меня друзья. Встречались, находились, расходились. Снова какие-то появлялись друзья. А также у меня находились и другие русскоязычные друзья, которые до сих пор существуют и зовут меня в гости в Лондон. Ну вот, как-то так. Когда поеду в Лондон, вам всё расскажу и покажу. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!